Всем привет! Сегодня такое еще одно видео знакомство. Хочу немного рассказать подробнее о своем хобби, о том, как я работаю. Ну, да, хобби, которое начинает приносить деньги, это уже не хобби, потому что любые заказы, это уже стресс, это уже надо придерживаться термина. Термин это срок сдачи, срок сдачи заказа. Вот, и, ну, там, где стресс, там уже меньше удовольствия, но без этого никуда, потому что работать так для моей дочери, раньше я шила только для своей дочери. Начала я шить еще 12-13 лет назад купальники, сначала для художественной гимнастики, потому что дочка начинала заниматься художественной гимнастикой, потом она получила серьезную травму, после которой, в общем, нагрузка на спину была невозможна. И мы перешли, мы хотели просто научиться плавать, но тренер там разглядела, что ребенок так изящно двигается, и фигура спортсменки, она сразу подошла и спросила, не хотите ли вы отдать ребенка на курс синхронного плавания. И мы, естественно, с удовольствием согласились. Вот, и она вот, можно сказать, всю свою сознательную жизнь занималась спортом. Вот начинала я для нее. Первые купальнички пробные, не знала, какой машинкой пользоваться, какими иглами пользоваться. Стрейчевый материал, обычная машинка, машинка-то обычная, иглы должны быть специально стрейчевые. Я ничего этого не знала, поэтому приходилось первые купальники собирать просто на руками, швом, назад иголочкой. Вот, но со временем не было тогда интернета еще, чтобы все это подсмотреть, подглядеть у кого-то, спросить. Но со временем до чего-то дошла своим умом, что-то мне подсказали. А потом уже, когда пошел интернет, появился компьютер дома, то, как говорится, развитие прогрессировало. Вот сейчас хочу, вот здесь вы видите уже, это мой сайт, тут бегает заставка с моими работами. Сайт очень простой, я сама не люблю, когда что-то сложное зависает. Ну вот, в принципе, чтобы получить нужную информацию, что я делаю, как делаю, достаточно первой страницы сайта. Здесь вот какие-то мои работы и потом идут, как можно заказывать костюмы. Сначала выбирается дизайн, потом выбирается, какая должна быть задняя сторона купальника, спинка. Потом я могу, по желанию заказчиков, сделать примерку купальника и снять формуляр для снятия мерок. И вот так вот он выглядит. Вот здесь можно ввести свои мерки, написать какую-нибудь информацию, что-то, какие-то особенности фигуры, возможно, есть. Или просто какие-то пожелания, сделать повыше, пониже, пошире. Вот. И отправляется формуляр ко мне, я уже получаю его на свой e-mail. Вот. И я получаю уже формуляры, готовые, как говорится, через e-mail. Иногда, если это групповые костюмы и неудобно заполнять на каждого человека e-mail, то тренер, она просто делает таблицу Excel, вносит туда всех девочек со всеми размерами, которые мне необходимы. Так, так это. YouTube. Вот. И... Открою обратно свою страничку. И... Этого мне достаточно. В принципе, кому как удобно. Кому-то удобно по e-mail написать, кому-то удобно заполнить формуляр. Так, тут, ну, небольшие странички. Тут тоже есть мои работы. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Тут одна галерея, тут вторая галерея. Вот. Информация для клиента важная. И как со мной связаться. Или сразу можно написать e-mail через сайт. Так, что я делаю? Хочу домой. Вот. И после... После того, как со мной связываются заказчики, те, кто первый раз, к примеру, они пишут мне сначала, вот, в контакт формуляр заполняют и пишут, ну, просто свои пожелания, какая у них музыка, какие их представления о костюме. И после этого я иду в Photoshop. Сейчас вот быстренько загрузится. Это совершенно не обучающее видео. Я просто показываю, как я это делаю, чем я это делаю. И, возможно, это кому-то будет интересно. И если это так... Так, давайте мы отменим, потому что здесь загружается сейчас... Ну, я уже отменила. Спасибо. Ну, ладно, пусть будет. И... Так, о чём я? Да, я никого ни к чему не призываю, но если кому-то что-то покажется интересным, я с удовольствием сниму и видео, как я это сделаю. Ну, во-первых, Photoshop. Сейчас покажем. В начале у меня вот такая болванка куклы. Вот можно видеть, что здесь перед купальника и спина. К примеру, заказчик выбрал именно эту форму спины. Здесь в папках у меня сохранены... Ну, возможны в основном те формы, которые чаще всего заказывают. Ну, если закажут ещё какую-то форму, я занесу её. К примеру, такая или такая. Больше лямочек, меньше лямочек, круглая спина, там, для глубок... с глубоким вырезом по переду или закрытая спина. Вот. Так, надо сначала его закрыть. Вот. И изначально я выбираю то, что заказывают мне клиенты. К примеру, спина форма 12, они пишут, и мы хотим 3 лямочки, чтобы было, или 4 лямочки, или 2 лямочки. Ну, кому как нравится. Вот. И... Ну, попереду тут уже вариантов немного. Либо под горлышко вырез, либо глубокий вырез. Это я уже смотрю сама, под какую форму, смотря какая форма спина будет. К примеру, здесь вот 3 лямочки, то лучше делать узкое плечо, глубокие. Ну, в общем, это всё, в принципе, обговаривается так же заказчиком, как они хотят. Так, потом... Эти основы, они у меня уже есть. И потом начинаются танцы с бубнами. Хотим эскиз. Я делаю 3-4 эскиза, высылаю. Они выбирают 1 из 3. И начинается... Хотим такой же, но с перламутровыми пуговицами. И, к примеру, вот такой возьмём дуэт. Так, здесь металя, и тут перед. Вот купальник, над которым я сейчас работаю, в принципе. И заказчик мне скажет, что хочу не такой зелёный, а флуоресцентный. Вот я не знаю, видно или нет. Сейчас попробую повернуть. И вот здесь вот сбоку у меня сохранены стили. Вот здесь вот, вот, вот. Видите мышку, да? Вот здесь вот. И я здесь могу менять цвет купальника. К примеру, говорит, хотим не такой зелёный, а другой зелёный. Ну, вот, пожалуйста, вам другой зелёный. Или хотим, вообще хотим, не хотим больше зелёный, хотим такой же, но красный. Вот, пожалуйста, красный. И так я могу менять все детали на этом купальнике. К примеру, наверное, зелёный, который был. Или скажем, хотим вот, как вот, вот эта часть попереду с переходом цвета. Пожалуйста, вот вам с переходом цвета. И где-то они ещё так. Это что-то не тот зелёный. Вот это тот зелёный. Нет, тоже не тот. Вот. И, ну, вот видите, вот это то, что здесь вот такой яркий зелёный, это я вот уже подстраивалась под их желания заказчиков. И также у меня здесь другие папки с другими. Так, сейчас закрою эту папку. Ну, и, к примеру, вот так. Почему здесь у нас брак? Сейчас посмотрю, что у меня здесь. что-то я здесь нажала, не туда. Зачем-то наложение... Не помню, какой должен быть. Так. Голубой стоит. Значит, наверное, он был голубой. Почему-то везде стоит тиснение. не поняла. Как это получилось, но надо будет исправить. Мне этот купальник не нужен, поэтому мы его закроем. Но тут другие варианты есть. Вот. Мне надо только нажать на кнопку, и я вижу уже купальники, которые мне заказали. И тут я могу в этих папках, здесь у меня все по слоям разложено, и я могу менять все, что хочу. Или все, что захотят заказчики. Ну вот, заказчик утвердил этот эскиз, к примеру. Я этих бабочек уже перешила такую кучу, вы себе не представляете. Во всех цветах радуги. Не все купальники я успеваю даже сфотографировать, когда завал работы, когда много очень заказов. повезет, если как раз я мерила купальник на куклу и быстренько его щелкну, абсолютно не задумываясь о том, как это будет выглядеть потом на компьютере, но хотя бы, чтобы на память. И не от всех клиентов я получаю потом фотографии, как этот купальник выглядит на ребенке. Это очень обидно. Мне самой просто интересно. И провожу работу также над ошибками. После того, как эскиз утвержден, я прошу, я отсылаю им ангибот предложение, предложение цены за этот купальник. Тут подсчитываю все стразы. Все абсолютно тут у меня в натуральную величину. И я могу сразу посчитать примерно, опять-таки, плюс-минус примерно, сколько страз уйдет на этот купальник. Да, я, в принципе, по размерам уже могу определить, сколько примерно страз уходит на купальник. Вот. Но пришивные стразы, если это дорогие стразы, то я их считаю отдельно. Если это обычные какие-нибудь акриловые китайские стразы, клиент просит подешевле, побюджетней, тогда я их даже не считаю отдельно, считаю в купе целиком приблизительное количество страз. стразы. И отправляю это предложение своим клиентам. И они должны прислать подтверждение, что они согласны с этой ценой, с этим эскизом. Предложение ангибод идет сразу с фотографией. После чего я пишу имейл, что с этого момента никакие изменения в эскиз вноситься не будут. Я буду шить ровно так, как они получили. Почему я так делаю? Потому что начинается буквально я не успею, ну это было поначалу так у меня, я не успевала раскроить ткань, как приходит имейл, вот у девочек тут истерика, они, ну взрослые хотели так, а дети решили, что хотят по-другому, другой цвет, а я уже затратила материал. Ну и как-то жалко мне всегда детей. И я работала практически себе выбыток таким образом. Но вот теперь, когда более строгие правила, когда я обговариваю все еще на берегу, а потом уже претензий ко мне быть не может. Все, идет купальник так, как он идет. После этого, когда уже все обговорено, я получаю мерки от клиентов. Нет, еще не все. Вот есть у меня такая программа, она бесплатная, в интернете я ее скачала. Обновление как раз. Как раз все не вовремя, абсолютно. Да, я вижу, что новая версия. В общем, я пока не буду торопиться, не буду смотреть, что там внутри. Видно вот название программы. И пока сверну, потом разберусь. И здесь я могу, здесь у меня внесены вся моя клиентская база. Здесь я отправляю ангиботы, здесь я пишу рейхнонги, ангиботы это предложение, рейхнонг это уже счет. Вношу новых клиентов с адресами и также могу потом для писем, для документации здесь у меня как это называется шапка для письма в общем со всеми моими данными банк фирбиндинг, штоер номер и так далее. И это в общем здесь у меня в этой программе у меня моя так сказать бухгалтерия. Вот так это выглядит. Да, я хочу пока закончить. после этого я иду после всего этого я иду в программу здесь вот видите значок программа Валентина открываю ее файл открываю открою сейчас просто с бухты барахты любой файл вот вы видите у меня есть готовая выкройка и это все я могу теперь просто напросто сначала внести если это индивидуальные мерки к примеру я заношу сейчас откроется вот все необходимые мерки которые я использую в построении программы на каждого ребенка они индивидуальные тут все как видите с формулами потому что выкройка параметрическая то есть я ввожу сюда только свои вот первые вот эти вот 10 строк 10 строк я вношу свои необходимые выкройки сохраняю их под именем ребенка и потом к примеру вот к примеру я сохранила мерки загрузить индивидуальные и я к примеру пишу вот у меня есть масса Лаура Лаура так зовут девочка 38 размер я открываю наверное здесь тоже был 38 размер вот видели сейчас перепрыгнула подстроилась под размер выкройка сейчас так как выкройка единственная проблема в этой программе когда перестраивается выкройка с большого на маленький размер нужно кривые немножко подправлять подправляю кривые которые сбились так в принципе все неплохо и все вот у меня готовая выкройка я ее распечатываю в натуральную величину сохраняя как pdf распечатываю в натуральную величину здесь вот видите вот они уже детали уже с припусками на швы идут готово и я могу сейчас вбить мерки всех девочек из группы мне надо делать 8 купальников сейчас на данный момент и я распечатаю каждую выкройку индивидуальную за 5 минут училась я этой программе недолго эта программа она очень понятна доступна тем более очень много в интернете обучающих видео называется программа Валентина так что можете сами поискать я еще напишу ссылочку и может быть скину даже если найду сейчас сразу чьими уроками я пользовалась во время обучения в одном моменте муж мне помог потому что я не могла никак сделать линию плеча чтобы при построении видите здесь вот такой хороший скос и в общем привязать ее к моим меркам чтобы от сетки не отрывалось в общем это тяжело долго объяснять но в общем вот с линией плеча мне помогал разобраться муж все таки у него инженерное образование он как-то я хотела сделать то же самое но через задний проход а он мне показал короткий путь вот так что после этого я сохраняю у меня сохранены все марки все мерки всех девочек и когда они в следующий раз заказывают я даже сверяюсь и им самим интересно насколько изменились мерки насколько они выросли потому что они для себя почему-то это не сохраняют так вот после того как я распечатываю распечатываю я естественно без нет давайте так я сначала сохраняю в pdf вот в этом нормальной величины если купальник какой-то несложный если простой без рисунка без ничего то все можно уже распечатать и шить но у нас же еще будет рисунок я про это забыла рассказать я сохраняю вот эту выкройку в натуральную величину сейчас я посмотрю если я найду так надо посмотреть в готовых как это выглядит да я пользуюсь не только фотошопом я еще и в коралдров делаю но там чтобы там делать надо больше мне времени потому что я пользуюсь той программой редко и чтобы поинтереснее открыть пользуюсь программой редко и нету навыка быстро очень там рисовать если в фотошопе я рисую вот этим вот карандашом чтобы видно было вот на этом то в коралдров это векторная программа и там все делается мышкой ну в общем одно время когда у меня еще не было фотошопа я много там работала у меня все получалось очень быстро вот а теперь я заметила что конечно навык пропадает не получается так быстро как хотелось бы вот вот такая выкройка после того как я ее сохраняю в pdf так вот она выглядит сейчас она откроется здесь размер страницы да конечно делаем поменьше вот так это выкройка это выкройка в натуральную величину полочки к примеру да и я сохраняю ее обратно фотошопом так и переношу с фотошопа со своего эскиза переношу сюда рисунок в общем ну тут качество мне я делала специально делала такие пожарнили и не чтобы мне было видно когда я распечатаю но опять-таки переносила я карандашом поэтому можно было бы так же сделать это векторно но мне это делать не для красоты я это делаю для себя для удобства как мне быстро мне быстрее уже карандашом гораздо быстрее мне просто быстренько карандашом обвести то как оно есть вот так он выглядит эскиз и так и вот так выглядит уже потом выкройка если это группа то опять-таки растянуть подтянуть и по масштабу уже по-нужному рисунок абсолютно несложно в фотошопе и опять-таки за считанные минуты у меня на каждую индивидуальную выкройку точная копия рисунка потому что для ваших соревнованиях это очень важно чтобы рисунок не было расхождения в рисунке если к примеру что-то будет бросаться в глаза ниже выше шире толще за это снимают пункты ну по крайней мере мне так рассказывала моя дочка она много лет прозанималась и выступала и на как спортсмен на соревнованиях и как судья судит она тоже вот так вот это выглядит и потом так что у нас еще в работе должно быть да и потом уже если я успеваю я фотографирую делаю снимок купальника вот он уже готовый делаю этот снимок и отправляю сначала заказчику я когда я работаю с феррайнами то есть как это называется с клубами да спортивными клубами через трениров я не беру предоплату я сразу я сначала отшиваю купальники отправляю фотографию и потом получаю целиком деньги если я работаю с родителями я не знаю как они будут платить ну чтобы не было потом у меня проблем с ожиданием денег то я беру 50% предоплату вот так вот к сожалению очень много у меня информации в таких вот папок осталось на ноутбуке который в общем полетел и мы не смогли оттуда перенять данные поэтому вот совсем старое то что старее старше трех или четырех лет у меня не осталось ноут благодаря только тому что я что-то сохраняла вот так в интернете постоянно у меня есть фотографии очень много утеряно но ничего страшного это мы сможем пережить так но так выглядит корал дров не знаю у меня где-то было тоже так где-то есть готовый купальник который да вот в корал дров к примеру да вот это выглядит так вот так выглядит купальник который это эскиз и вот так это в векторной программе уже это в корал дров я рисовала все получается конечно красивее получается конечно уже более эффектно на картинке но мне для шитья вот эта красота она никак не помогает поэтому она занимает это больше времени чем к примеру нарисовать все то же самое в фотошопе к сожалению готового купальника на девочке я не увидела а здесь у меня даже не сохраненный все эти резервные копии вот так выглядит мой счет я не буду увеличивать потому что там личные данные людей в маленьком окошке все ну вот это вот так вот как я работаю вот сами процессы я тоже поснимаю наверное интересно как краить по большей части интересно будет красить потому что сейчас опять вернусь придется вернуться обратно так к примеру где я смотрела вот тут тоже переход цвета от белого к темному кстати сейчас купальники будут тоже с переходом цвета надо будет много красить ну такие моменты я буду снимать показывать все остальное вы видите но бывают такие купальники которые даже не для синхронного плавания для синхронного плавания но для шоу больше по большей части или что там бывают купальники интересно интересно смоделированные и легче это сделать на бумаге и какой-нибудь там бесшовный или куда-нибудь перемещающиеся швы выточки тогда моделировать мне легче на бумаге все-таки Валентина программа хоть и легкая и доступная но немного ограничивает я и у меня нет возможно там все это можно тоже так же сделать но у меня не было времени чтобы так сильно углубиться я выучила изучила там ровно столько сколько мне надо вот и как говорится потому что в любом случае если чем-то не пользовался очень долго навык теряется многое забывается и сейчас заниматься изучением того что я не буду использовать это трата времени вот так вот так что девочки и мальчики если было интересно я очень рада все пока пока